Кухня, как в коммунальной квартире, одна на 8 семей. Впрочем, газовую плиту никто не делит. Готовят женщины на всех. Сегодня в меню макароны по-флотски и салат. Все максимально просто и бюджетно. Посуда одноразовая, вот такая есть посуда, вода, все есть, плитка. Вот ураган был, поставили все, все укрепили. Палатка им валится, свалилась одна. Ну, там надо что-то сделать. Пенсионерка Екатерина Петровна в палаточном лагере дольщиков поселилась вместе со всеми в пятницу. Говорит, за два с половиной года, что и воюют с городком, стали практически родными. Свою однушку женщина брала на одолженные деньги. Собственного жилья никогда не было. В палатку перебралась, как и другие, ради экономии. Только и всего. Никаких других целей, говорят дольщики, они не преследуют. Платят ипотеку, это порядка 15 тысяч рублей, плюс съем жилья, однокомнатные квартиры, это тоже 15 тысяч рублей. Сейчас пока погодные условия, то есть 30 тысяч надо отдать, да, при этом поесть, попить и может быть что-нибудь одеться, да, еще детей накормить тех же, да. А если месяц хотя бы здесь удастся прожить, да, этим же людям, то есть 15 тысяч можно сэкономить. Экономить таким образом решили больше двух десятков человек, в том числе дети. Но после визита соцзащиты ребятню отправили к родне. Хотя сами жильцы лагеря в этом необходимости не видели. В палатках, с их слов, семьи по нескольку недель живут на том же море. Обитать возле собственных несостоявшихся квартир взрослые планируют до холодов. О том, что в правительстве идет активная разработка механизма их поддержки, знают. Губернаторам было принято, я считаю, беспрецедентное решение о привлечении средств бюджета, системы бюджета Амурской области в виде оказания мер поддержки граждан, пострадавших от нерадивых застройщиков. Был разработан механизм оказания такой помощи. Он включает в себя основные аспекты, в том числе временные. И этот документ на сегодня проходит стадию обсуждения. На поддержку из бюджета области выделят более 500 миллионов рублей. Планируется, что документы на компенсацию от дольщиков примут уже в этом году. Кроме того, злополучный дом в Европейском все же собираются достроить. Руководство компании «Статус», что уже бралось за работы, возобновит их, как только с ними рассчитается руководство городка.